Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа. Меня зовут Юрий Азаровский. Сегодня мы с вами отправимся на Бугарскую косу. Сегодня я буду тестировать впервые свое оборудование для кайта. Ну и вам его покажу. Раскажу. Сначала хочу показать, как я загрузился в машину. То есть, ребята, смотрите. Я разложил заднее сидение. Здесь у меня доска. Квадрик. Здесь еще один квадрик. Это, кстати, наш Орел. Смотрим багажник. Ну, здесь вообще без комментариев. Здесь кайт. Здесь гидрокостюм. Ну, и самое важное, то, к чему крепится. Это все. Там еще есть стульчик. Взял с собой термос. В общем, все будет интересно. Полетели. Фух. Дай бог, что сегодня у нас все получилось. Я впервые уже так нормально, осознанно поехал. Ну, а там посмотрим. Сегодня будет пару часов, по идее, тренировок. Ветер уже работает север. Ребята, там уже есть те, кто катают. Так что мы с вами выезжаем. Но сначала заедем в Витязево за машиной. Когда у тебя столько всего, самое главное, ничего не забыть. Это просто так смотришь назад. Температура воздуха в тени сейчас стоит. Плюс 18. Время у нас 10.54. Ну, практически 11 часов. Поехали. Самое важное, забыл сказать, что я переживаю. Я же растолстел. То есть, влезу или нет. Вот это самый большой вопрос. Если не влезу, конечно, будет просто трыбнется. А, ну что, сезон пошел. Пробочки прям плотника стоят от светофорчика. Вот это печалька прям. Видите, я встречаю. Такой вот зеленью прям. Вау. Как будто уже лето, на самом деле. Привым. Кстати, несмотря на пробки, я доехал из Анапы до Витязева за 15 минут. То есть, вообще, не газую, ничего. Просто по трассе легко. Но пробки были именно в ту сторону. Там, конечно, жесть. Вот так вот сезон начинается в Анапе. Мою красавицу загрузили. Здравствуйте, Маша. И сейчас отправляемся уже в Благовещенскую. Время на часах было 18 минут. Сейчас посмотрим, до сколько мы доедем. Смотрите, слева-справа подтопление. Очень сильно в этом году затоплен лиман. Очень много воды стоит. Я давно таким не помню его. И должно еще заработать что-то там на слое. Вот черкесский копается, ремонтирует. Может быть, насосный заработает. Представляете, лимана живет. Вот это было бы вообще просто очень круто. Ну и такая вот дорога узенькая. Она сведет 34 минуты уже. И мы на подъезде в Благовещенскую. Вот, мы заезжаем в Благовещенскую. Время прибытия 11.39. Но нам ехать на Бугасскую косу. Поэтому это только еще начало пути. Посмотрим. Мне даже интересно, никогда я особо не заморачивался, не засекал время, сколько у нас сведет. Тоже все зелененькое, цветет. Небольшая остановочка у нас. Может, у нее, чтобы не проголодалось, зайдем в магазин, купим что-нибудь покушать. Да? Да. Да? Вот самая вкусняшка. По 60 рублей. И булочек взяли немножечко. Ась. В общем, с голодом мы не должны умереть. Все, продолжаем наше путешествие. У нас, говорит, что это дороже было. По 60 было белое. Как им на вкус? Вкусно. Это самое главное. Ребята, посмотрите, какая красота. Это рапсовые поля. Слева и справа. И мы подъезжаем. Вот впереди лесополоса. Ездили на косу голенькую, вот сюда направо. Сегодня мы поедем на Бугасскую косу. То есть налево. Ну, какая же красота. Как это смотрится. Я и рапсовые поля. Я валяюсь в полях. Что, мы добрались, дорогие мои. Смотрите, это называется Кизилташский лиман. Там находится коса голенькая. На ней уже есть, по-моему, три кайта. Я наблюдаю, катаются ребята. Мы же попробуем проехать на Бугасскую косу. Если получится, то будем там стартовать. Потому что Александр сказал, что там какой-то мусор мешает заниматься нам. И сейчас дует чистый север. То есть север дает сейчас 7 метров в секунду. А через час будет дуть 9 метров в секунду. И это продлится прямо до самого вечера. У меня, по идее, должно быть 2 часа занятий. Если все пойдет хорошо. Фух. А может быть еще сам осталось чуть-чуть попробую там погодять кайт. Ну, какая красота, дорогие мои друзья. Вот там видно полосочку. Это морюшко наше. Вот, собственно, едет мой учитель Александр. Запрыгиваем машинку. И двигаемся уже за ним. Погнали еще чуть-чуть. И туда вперед ведет нас дорога. Здесь летом бывают останавливают и денег просят. Ну, здесь в этом году этого не будет. Но мы только надеемся. Вот, поехали. Тут ведь не дают парковаться вдоль дороги. Уже готовятся к сезону, чтобы собирать бабло с народом. Которые будут сюда приезжать, чтобы на парковочку за плату заезжать. У меня всегда вопрос, вот как появились здесь эти гостиницы. Кто разрешил, кто подписал. Ну, их здесь очень много. Говорят, люди отдых хороший. Единственное, комары не помешают. А так вообще просто пушка. Потому что здесь море самое чистое. А вид сверху, если получится, сегодня квадрик поднять, я вам покажу. Тут там прям такая полоска береговая линия. Справа лиман, а слева море. Представляете, насколько здесь воздух начищен. Насыщен. А вот всей морской этой водой, йодиком. Ах, смотрите, какая красота. Прям здесь подходит водичка в лимане. Я думаю, что сейчас сильный шторм она будет перекрестывать в лимане. Воды сейчас очень много. Сюда налево платная парковка. Я летом приезжал, рассказывал об этом. Сейчас просит остановка в течение дня 400. В течение суток 800 рублей. Стоит 400 рубля. Ну, в принципе, сюда каждый день не наездишься. А так приезжают, становятся и отдыхают. Здесь у нас, видите, остановка везде запрещена. Чтоб ни в коем случае никто не остановился. Бесплатно поставить аддон вот для своих. Ну, представляете, 400 рублей сейчас. Платить за парковку транспортного средства моря, коса, пляж. И мы пойдем туда дальше. Раньше сюда был возможен выезд, но сейчас перекрыли. Ну, точнее, сделали его, знаете, не для всех. Потому что транспорт выезжает, машины там есть. Но как-то кто-то где-то с кем-то договаривается. Вот такие вот дела. Это Александр. Мура, аккуратней. Привет. Здравствуй. Мой учитель. Ну, в принципе, уже те, кто смотрит на меня, постоянно знакомы. Уже финальные уроки, так сказать, уже закрепление пройденных материалов и навыки самостоятельного катания. Скажи мне, а вот там увидел, что катаются люди на голенькой. Почему ты не захотел туда? Значит, там сильно очень залило. Вода пришла. Ну, сейчас видно, там много воды. Да, воды очень много. Там запуститься очень проблематично будет. И глубина очень большая. Я вот это счет переживаю. Сейчас буквально вот этот холодник выйдем. Я посмотрю, тут хорошее место для старта есть. Скорее всего, мы здесь и останемся. Недалеко идти. Понял. Ну, сегодня я посмотрел, ветер вообще там до 9-ти должен разогнаться метров. Вот запрещен выезд, да? Это вот показательно. То есть никому нельзя, говорит, сюда ехать. Лягушечки погибающие. Как раз таки здесь. Ну, вот в этот галемпинг установленный. Обидно, конечно, что вот так вот. За то, чтобы запретили, запретили для всех. Разрешили, разрешили всем. Так, не должно быть, что кто-то может. Юр, тут видишь, получается, сейчас под федерацией, под спортивной федерацией кайдбординга разрешили настройку типовых сооружений, кайдшкол. И вот сейчас кайдшколы как раз таки готовят свои кайдстанции к началу сезона. Вот почему машины тут. Потому что сейчас была уборка, я не знаю, откуда следует. Уборка была территории, но видишь, это новое место, конечно. Здравствуй, Лиман. Кстати, интересно, как он по теплоте в воде. Ой, вообще теплый, слушай. Да, теплый, вот сюда. Вообще, я в гидрокостюме, по-моему, спарюсь тут. Просто. Покажу, чтобы ты понимал, где граница мели. Вот видишь, желтенькая, это мель, где как раз можно учиться. Там уже, видишь, подглубь, это уже глубина. Потемнее, то есть. Ага, то есть туда лучше не ходить. Да, на это место придем и будем где заниматься. Ну что, нелегкая, так сказать, задача сейчас. Все вытащить на спот. На самом деле, ну я вообще могу все взять сам, но у меня есть еще один портфель, который мне нужен. А вот, Александр говорит, сейчас все поскидываем. Это я, наверное, сразу на себя одену. Потому что все не весят много, как мой рюкзак. Самое главное, стульчик для Маши. Чтобы ей долго там сидеть было комфортно. В общем, вот этот вот весь карп нам сейчас надо притащить туда. Мне прям, честно, даже страшно на это все смотреть. Радует, что сам кайт и гидрач весит не так уж и много. Поэтому, я думаю, как-нибудь допрем. Самый тяжелый у меня рюкзак мой. Порядка 20 килограмм. Смотри сейчас. Это вот так, это вот так. Все, в бой. Машину закрываем и пошлите. Такая вот грязь будет буквально еще несколько месяцев, покуда не успокоится. Вода, вода сейчас очень большая. Уровень воды... Как выйдет море, так будет. Выше, да, чем летний. Да, выйти на спот, это уже довольно-таки тяжелая работа. Короче, ждем. Я думаю, можно уже здесь и начинать. Восток, это место не работает. Если у нас стоит северо-запад, это самое страшное направление, которое мы разверли. У него вообще нет. Тут это даже капу. Так, сейчас замерим температуру воздуха. У нас 28 температура воздуха. Потом сколько лиман? Температура водички 19,6. Почти 20 градусов. Это просто жара. Фантастика. Ребятки, вот самое страшное для меня, влезу ли я сейчас в гидрокостюм. Я растолстел. Ты что, серьезно, Юра? Ты никогда не потрудал. Нет, растолстел. Это я живот втягиваю. Он был на хранении. Мне Александр сказал, что его надо обязательно промыть, просушить и хранить в подвешенном состоянии. На плечах. То есть, не сложенным как-то, хотя лежал у меня до этого сложенный. Если ты мне не позвонил, то он бы так и прорезал. Они от завода-производителя до магазина идут сложенные в рулончики, а магазин потом их вывешивает. Что-то я очень сильно потолстел. Убезиг. И что-то очень плохо на меня садиться гидрокостюм. Я надеюсь, я пойму. Причем самое смешночное, что я первый раз его одел. И он на меня пошел в ту сторону. Затом наперед. Ботинки будем? Ну что, друзья, мы оделись и сейчас первое, что вы увидите, мы сейчас будем готовить оборудование. То есть, это первый его вообще на воду спуск всего оборудования и распаковка. Что за доска? Доска отечественного производителя МДА. Средний ценовой сегмент. Отличается универсальностью и приемлемой ценой. Отлично. Фирма РД. Это паццы. Сейчас происходит регулировка размера пац под райдера. Удачные, значит, паццы. Тоже производитель МДА. Двухсторонний зажим, что гарантирует надежную фиксацию, также удобство. Все отлично. Следующий теперь сам. Доска эта была выбрана не случайно. То есть, 145 размер на 45 как раз под Юрины данные. Это у него будет доска на слабый ветер и как раз-таки на начальном этапе. Следующая доска будет маленького размера, уже 138 или 140 сантиметров. Так, доска у нас готова. Сейчас, ребят, мы приступаем к очень увлекательной и интересной процедуре. Кайт, распаковка кайта и накачка кайта, значит, итальянской фирмы РРД, модели Эдикшн 2021 года. Значит, кайт 2022 года. Прошу прощения. Кайт, значит, уровня не новичка. Этот кайт был выбран специально для того, чтобы Юра уже, когда прогрессировал, не искал следующую модель себе. То есть, этот кайт как будет хороший в слабый ветер, так и для выполнения трюков. Сейчас мы произведем распаковку. Первый раз. Первая распаковка, чтобы вы понимали. До этого он никогда еще не видел. Не видел травки, не видел небо, не видел водички. Да. Да, я его тоже еще не видел. Он увидел, что сколько лежит, это с нового года, даже еще до нового года мы взяли. Подарок Дед Морожий тебе принес, да. Так, Юр, значит, смотри, бери насос, подготовили лишь, значит, посмотрим, что у нас и как. Это заводская упаковка, она чуть-чуть иначе, Юр, сложена, нежели... Ты мне подожди, да, в конце. Так, заходи сюда, Юр. Нет, он расправится. Вот такой вот, ребят, красавец. Фантастик. Итальянская фирма, то есть итальянцы чем славятся? Своим дизайном, прочностью. Юр, клапан, значит, защитным колпачком. Проверяем сам клапан, закручиваем, откручиваем крышечку. Значит, то есть накачка без переходника. Это с какого качать? Значит, будем качать до зеленого сегмента. Так, сколько у нас уже он, товарищ, поехал на 14-м размере. Так, сколько у нас там по СИПа-барам, подожди. Шестерочка. Давай, еще чуть-чуть и хватит. Дошли бы до сегмента. Все, Юр, значит, теперь ты сам все делаешь. Значит, берешь кайт к себе поближе. Да, значит, откручиваешь клапан, закрываешь крышку. Ложишь, значит, кайт, упирая его ушком и аккуратненько переворачивай. Аккуратненько, чтобы он напустит на эти. Все, отлично. Вот такой вот красавчик. Это 12-й размер? Да, 12-й. Я забыл единственное сказать. И вот цвет именно как я хотел. Черненький, красивенький, еще и с оранжевыми, белыми вставками. Все, я сейчас и поехал. Юр, значит, смотри. Очень важный еще нюанс. Этот рюкзак можно использовать как чехол на кресло. Трапеция у Юры тоже фирмы РРД. Сейчас мы ее подрегулируем. Смотри, приблизительно крюк у нас должен встать по центру. То есть можно с этой стороны? Делать, да, по подбородке. Ты все правильно делал. Я не знаю, как передать свои эмоции, но то, что вот он, момент, мы подходим. То, что свое оборудование, все полностью готовы уже к последним занятиям, так сказать, чтобы получить больше контроля. И надежда на то, что я вот когда-нибудь вот так прокачусь, как сейчас этот парень. Ну, покажи, вот, по-русски, рассекает волна. Мы ловим петлю, вставляем ее сюда, разворачиваем карабинчик в трубочку и производим вот такое движение. Юр, попробуй отстрели, новое будет туго. Ну, даже не туго, вообще отлично. Это лишь для планки, ребят, чтобы, если что, вдруг я отстреливаю и отсоединяю кайт. Это последний элемент, который будет меня соединять именно с кайтом. Совершенно верно. Это при экстренных ситуациях, то есть, последний рубеж моей безопасности. Прежде чем взяться за планку, приступить к разматыванию планки, мы должны познакомиться и распутать растроповку. То есть, все узлы должны быть проверены. Они новые, видишь, они еще не затянуты. Посмотреть, то есть, рулевые стропы у нас, видишь, с демпфером от провисания. Все, значит, бери планку, 52 сантиметра, длина строп 22. То есть, как раз, вот смотри, ты бы сейчас бы по направлению ветра, который мы имеем, в какую бы сторону разматывал стропы? Ну, влево или вправо? Туда. Ну, хорошо, значит, смотри, у нас направление, видишь, чуть-чуть... Да, под углом. Сюда. То есть, мы в Юрбун запускаться с тобой. У нас не хватит туда строп. Да, не хватит. Мы размотаем их здесь и зайдем в водичку. Тупой угол будет. Да. То есть, ну, понимаешь, да, вот чуть-чуть направление у нас как бы отсюда. Вот. Если бы у нас было бы вот так, то да, можно было бы зайти. Ну, это при ограниченной площади, так скажем. То есть, нужно всегда понимать. Смотри, ну, сперва снимаем. Защитные резиночки. Выводим все четыре стропы, ложим их на краешек и постепенно, как ты уже умеешь, разматываем вот в том направлении. У нас, напомню, что 22 метра, ребята, надо размотать. Укладываем зеркально, заходим в планку, берем все четыре стропы. Я, Юра, иду за тобой для контроля. Брака на заводе не бывает. Они все проверены на разрыв. Но, Юр, всегда, ты не только разматываешь планку, да, но ты еще ее и проверяешь. Всегда щупаешь подушечками пальцев на предмет каких-нибудь разрывов. То есть, мы вот проходим, но вот Александр сейчас проверяет контроль. Он пройдет еще раз, эти стропы, чтобы все было точно. То есть, мы должны сделать так, чтобы без всяких эксцессов. Дует где-то порядка сейчас восьми метров, не сильно, то, что нужно. А будет усиление уже в следующем части. Привязывай. Это у нас узел. Тут будет петля, значит. Заводим, зажимаем и обязательно проверяем. И сюда заводим теперь петельку. Этот узелок. Сделано специально, чтобы не перепутать управляющий стягу. С силовыми стропами, совершенно верно. Первым делом разминка. Размяться. Это то же самое, что встать утром, сходить в душ, покушать. То же самое перед катингом разминка. Потому что все травмы у нас получаются от того, что мы не разогреты, не размяты. А я уже хотел лететь. Проработаем. У нас сейчас уставная разминочка. Ребята, зайдем в сферу и в воду. Наконец-то настал долгожданный момент. Крайняя тренировка у нас была в недые месяцы. Была очень вода холодная. Мы уезжали с этих мест, так сказать, попрощались и вот вернулись в весну. Сейчас мы с Юрой вспомним пилотирование. На это уйдет буквально 10-15 минут. Вспомним ходовой, силовой марк. Как вставать на доску. И уже во втором часе, я думаю, Юра у нас поедет. Дай бог! Так, ребята, первый подъем кайта сделает. Это очень волнительно. Он еще не летал. Полетел! Ну, пока свежи все воспоминания. Давайте я вам расскажу о тех эмоциях, которые у нас были в Лимане. Итак, Александр стартует. Первый старт на новом кайте. Получается, у него прям восхитительно. Наверное, когда-нибудь тоже сделаю такие же галсы, как и он. Но мы сегодня будем рассказывать все-таки не об этом, а о том, как я тренировался. Первым делом мы попробовали бодидрак влево-вправо. Вспомнили, так сказать, те уроки, которые проходили до этого. Кстати, далось все гораздо легче, чем тогда, еще в прошлом году. Поэтому Александр мне сказал, будем делать силовые махи. Показывал, как мне это делать. И они тоже получились, в принципе, очень хорошо. Я был доволен. Следующим нашим занятием, это уже были старты. То есть нам надо было отработать именно вот старт и галсы. То есть страх, конечно, что ты делаешь что-то не так. Полети, чтобы не завалить кайт. Хотя и кайт я тоже завалил пару раз. Но, в принципе, я очень доволен тем, как получалось. Можете видеть, что вот уже практически получаются галсы по водичке. И ощущения, конечно же, оттуда прилетают прям самые лучшие. Посмотрите, встал и пошел, 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 пошел. Чуть быстрее мах надо было делать. И вот пошел, пошел. И вот она красота. Та-да! Ай, но такие моменты они и дают весь тот адреналин, который ты получаешь, конечно же, от управления кайтом. Ну и это упражнение мы повторяли практически все время. Потому что самое главное научиться. И дальше уже надо тормозить, научиться. Уже и это у меня, в принципе, упражнение получалось. И следующее будет остановка и галс вправо. Но перед этим мы будем отрабатывать просто галс в другую сторону. Так что Юрик летит уже, глиссирует, так сказать, по водичке. И вот так вот уже тут сам принимаю решение, что пора останавливаться. Потому что берег близко. Скорость, конечно, бешеная. Мне хоть и говорили, что нужен мне 14-й кайт. Вот парень ездит там на 14-м даже гораздо более меньшим весом. Вот посмотрите, как неплохо у меня на 12-шечки получается. Главное работать, чтобы получилось еще лучше, еще лучше, еще лучше. И вот он, кайтер Юрий Азаровский, рассекает волны кизилтажского лимана. Сколько брызг. Каждый брызг – это взрыв адреналина, эмоций бешеных. Потому что, я не знаю, сегодня прошел день просто сверхдоволен. Там жалко, что не было интернета. Потому что посмотреть бы это все в прямом эфире, вам было бы гораздо более интересно. Но получился вот такой вот интересный сюжет. В моих прогрессах именно в кайт-серфинг. Видите, уже получается не заваливать кайт, а удержать его. Хотя он сильно тянет. На этом наши занятия подошли к концу. И мы смотрим, как Александр возвращается уже обратно к берегу. Следующим моментом – это, конечно же, посадка кайта. И счастье, что все хорошо прошло. Мы его не лишились. В этот раз собираем оборудование в обратном, как говорится, режиме. Чтобы потом разобрать его заново. Александр рассказал мне, как правильно обработать дома. Как спустить. Показал, как правильно сложить его. Чтобы потом было его так же просто разобрать. Тогда, когда мы его разворачивали вначале. Он был в заводской сборке. И немножечко по-другому. Здесь мы его должны обратно поместить в рюкзак. И это тоже очень важный такой момент. И на самом деле счастье, счастье. На этом все-таки, когда урок закончил. Я поздравляю тебя. И как точно с рождением кайта. Теперь мы поехали. Так, теперь давайте немножко отзыв, ребят, эмоции. Сегодня, конечно, зашкаливает. Сегодня я прям ощутил, что такое скользить по воде на доске. Когда тебя тянет парус за пояс. Это фантастика. Это просто вот все, что было сделано. Все шло к этому. Теперь осталось разучить левый галс. И потом остановка влево-вправо. Потом зарезаться. Короче, еще учиться-учиться. Но сам факт. Это просто фантастика. Если вы этого не чувствовали, мне вас искренне жаль. Я Маша предлагаю, короче, говорю, давай учиться. Она не хочет. Сейчас у нас небольшой перекус. Хочу сходить сейчас с вами на море. И если получится, хочется еще на квадрике пролететь. Вам показать косу вообще саму. Как она выглядит. Что здесь есть интересного. Потому что, ну, в чем мы тут с краешку приехали. Так сказать, всю красоту вы ее, в принципе, не увидели и не ощутили.